Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня снова необычное видео, видео по запросу. Может быть, тоже это кому-то будет тема интересна, потому что она достаточно популярная в интернете у нас и у многих девочек. По запросу просила меня Ангелина. Значит, я бы очень хотела вас попросить снять видео о том, как же понравится парню. Особенно, если он ваш друг с детства, и вы с ним гуляете в одной компании. Ангелиночка, привет тебе от меня! И, конечно же, я сниму для тебя видео. Значит, что касается, как понравится парню или понравится в одной компании. Я думаю, что это не особо принципиальный вопрос. Давно вы с ним знакомы или недавно. В принципе, тактика, я думаю, одна и та же. Я буду говорить, как бы действовала я, да, и что я думаю эффективнее, потому что я сама по себе такая охотница. То есть, до того, как я познакомилась со своим мужем, ну и, в принципе, всегда, когда я в отношениях, конечно, когда я в отношениях, я уже не охотница, я уже охочусь на своего мужчину, да, там, свои нюансы в отношениях. Но, когда ты свободный человек, я могу себя точно назвать охотницей. И, нет, хотя охотница, я все равно все-таки думаю, что девушка, она хищница, она выбирает себе свою жертву, да, и дает возможность за собой ухаживать. Вот так можно было бы сказать. Значит, что касается вы в одной компании, да, первое, что вам нужно обратить на себя внимание и дать ему понять, что он тебе нравится. Вообще абсолютно не нужно никак этого стесняться. То есть, наша задача какая? Мы даем человеку как бы понять, да, что он нам нравится и что мы такие крутые, что, в принципе, мы так-то не против обратить на него внимание, если он как-то постарается удивить нас и, там, проявит свой интерес какой-то к нам, да. Но для начала очень многие мальчики, они сами по себе трусишки, может быть, не уверены в себе, думают, может быть, вы такая красавица, и они думают, что вы даже не посмотрите. И даже были такие случаи, которые вообще просто... Ты подходишь, уже вроде бы явно все говоришь, а он все не понимает и не может поверить своему счастью. То есть, такое бывает. Ну как, в общем, вы отвечаете, тем более вы говорите, что он ходит, там, наглазками стреляет. Конечно, вы там отвечаете ему, да, и улыбнетесь где-то, и стрельнете, и скажите комплимент, что он там хорошо где-то выглядит или вкусно пахнет. Ну, поначалу можно как бы поинтересоваться человеком вообще. Пусть он увидит, что вы им заинтересованы. Все люди в мире любят, чтобы ими интересовались. Они любят нравиться, они любят, чтобы их интересовались, чтобы их мнение было важным. Попробуйте сыграть на этих вещах. Тем более, если вы в одной компании, вы всегда можете зайти, задать какой-то вопрос, может быть, с ним посоветоваться, как с мужчиной по какому-то вопросу, да, там, придумайте, найдите что-нибудь, да. Я в свое время могла пригласить их в кино, вот сама парня. То есть, ну, намекнуть ему, как бы, что ты сегодня делаешь. То есть, я, ну, уверена в себе человек, то есть, я понимаю, что все равно сердце будет разбито. Чаще всего так происходит, да, но... То есть, я не боялась. Если мне хотелось с человеком провести время, было интересно, я могла подойти и сказать, что ты сегодня вечером делаешь, какие планы. Или написать ему, если я стеснялась там подойти, или не могла его найти. Спросить там, написать, привет, чё, какие планы там, может, в кино сходим как-нибудь, да. То есть, вот какие-то такие моменты. Если человек там напрямую начинает задавать вопросы, типа, а что ты такая, я тебе что, нравлюсь? Ну, да, ты классный парень, чё такого. Можно пройтись погулять. Хотя, не знаю, но обложка хорошая внутри еще. То есть, не должны прям стопроцентную свою уверенность такую показывать, да, потому что на самом деле вы-то и не знаете, что это за парень еще. Люди, когда начинают встречаться, они могут открывать вообще с разных сторон открываться для вас. Поэтому то, что вы сейчас видите, то, что вы влюблены, это вообще вполне внутри не там. Поэтому не будьте вот так с широко открытыми глазами, все равно будьте насторожены. Пусть мужчина видит, что да, заинтересована, ну, смотря какое-то там внутри. Если ты там супер-классный, то, может быть, я и влюблюсь. Влюблюсь и дам тебе возможность со мной побыть, да. А если нет, то нет. То есть, вот такая позиция внутри должна быть, понимаете? Ну вот, сыграйтесь на этими вещами. Сначала дайте понять человеку, что он вам нравится, что он вас привлекает, а потом в позицию наблюдения. Пусть ухаживает за вами, да. То есть, сначала вот как бы раз-раз-раз-раз к нему, а потом вас таки остановились и смотрите. Типа все, приманку съела. И это, в принципе, работает с любыми людьми. Знакомы вы, незнакомы, в одной компании вы находитесь, или в разных, или, может, вы вообще даже его не видели, нашли там через контакт и давай ему писать. Все то же самое. Просто вы заинтересовались парнем. Да, я тобой заинтересовалась. Ничего здесь такого нет криминального. На первый взгляд, ты очень неплох. Не знаю. Можно узнать получше. Не будьте 100% уверены, что мужчина прям сразу, да, откликнется. Во-первых, для того, чтобы он 100% откликнулся, вы уже сами должны понимать, что за мужчина перед вами, да, и стоит ли к нему и лезть. Потому что, ну, например, я могу сразу понять и увидеть людей, которые будут моими, и которые моими не будут. Но те, которые моими не будут, они по априори мне и не нравятся по каким-то вещам, что и я с ними не буду, потому что в них есть то-то, то-то и то-то. То есть я уже со временем понимаю, кому стоит так подкатывать, а кому не стоит, да, кого стоит заоевывать, а кого даже не стоит руки марать. Потому что есть такие там супер-мега-красавчики, которые там ходят, цены себе не сложат. Я вообще не понимаю. Я считаю, что нет смысла к такому даже там лезть, как бы, да, на один раз к нему или что. Ну, то есть поверхностное такое вот понимание, да, у более глубоких людей, они уже, конечно же, ну, могут заинтересоваться. То есть это те, которые со мной. Ну, и, соответственно, по одному взгляду уже можно понять, ты нравишься человеку или не нравишься. Особо ничего, в принципе, и не делать, да. Ну, вообще, вот, Ангелиночка, мой совет, это просто поинтересуйся человеком. Любому человеку, которым ты интересуешься. Даже если ты ему, может быть, даже и не нравишься, да, или вот просто девушка, которая смотрит сейчас меня, да, вот не нравится, может быть, парню, но она им интересуется, парень все равно уже начинает как-то по-другому себя вести. Все равно мы интересуемся теми, кто нами интересуется. Даже на каком-то дружеском уровне или еще каком-нибудь. Так что, дорогая моя, попробуй вот такие методы. И если не получится, не отчаивайся. Вполне возможно, что там абсолютно не то, что тебе нужно. И ты найдешь свое счастье. Так, у нас тут куча детей, которые орут. Я не знала, что это будет такое шумное место, но оно красивое. Видите, видите, как тут красиво. Не знаю, что это за кафе. Это у нас в Ростове Пушкинское-Чехово пересечение. Оно очень красивое. Внутри такие прям все беленькое. И даже покажу вам. Видите? Очень симпатично. Я как-нибудь приду посидеть. Просто я мимо проходила. Я решила тут снять видюшку по запросику. Итак, дорогие мои, если вам было интересно и что-то вы извлекли для себя новенькое и интересно, обязательно ставьте лайк. Если есть вопросы и узнать какие-то подробности, задавайте мне вопросы в комментариях. Обязательно я всем отвечаю. Если у вас, девочки, появились еще какие-то вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я сняла видео, обязательно пишите мне прямо в комментариях, что вот так-то и так-то нужно, чтобы ты сняла вот это. И я с удовольствием сниму. И, наверное, вообще я открою новую рубрику «Видео по запросу». И буду туда все складывать. Мне очень нравится для вас снимать, поэтому не стесняйтесь, пишите. С вами была Селена Свей. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok